итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудер ну и на этот раз немножко необычное такое видео решил я экскурс для вас провести по своим журналам я вам пообещал что выложу фотографии на странице вконтакте но что-то посидел подумал что-то как-то фотографии это скучно и решил запилить такой вот видео обзор своих журналов ну как бы с комментариями подумал что это будет интереснее хотя если честно никогда не думал что буду этим заниматься на ю тубе куча таких видео и мне не в общем-то никогда особо не нравились я не понимал зачем они нужны для чего и вообще это пустая трата времени но сейчас когда сам с этим столкнулся понял что это очень удобно и ну гораздо лучше нежели вот как я сначала думал просто фотографиями обойтись это будет должно выглядеть живенько ну что же приступим вот журналы формула я их тут разложил по по годам и это начиная вот с 2000 года у меня здесь всего два журнала за ноябрь и декабрь собственно вот история моего коллекционирования этого журнала началась вот именно с этого номера в 2000 году я в городе владивосток купил первый номер и ну был очень доволен был очень мне очень журнал понравился вот здесь был обзор на прошедшие два последних этапа это индианаполис и япония нет предпоследний индианаполис и предпоследний япония малайзии еще не было но в общем неважно мне понравилось как это написано да и вообще собственно у нас в те особенно времена двухтысячные годы сначала в самом очень мало было чего-то подобного и вот наконец-то что-то и до нас дошло вот очень такие красочные фотографии качественные в общем классно было все написано плюс тут в каждом номере есть какие-то исторические такие статьи описывающие гонки прошлого вот мне это тоже очень понравилось я как раз у меня можно сказать пик был интереса к автогонкам ну и формуле 1 в частности вот ну и в общем купил я его и решил потом выписывать мы пошли с матерью в на почту в общем и выписали посмотрели оказывается он у нас него можно выписывать так ну и значит с 2001 года правда с марта месяца я начал выписывать этот журнал вот февральский правда есть номер у меня но это я уже гораздо позже его купил не гораздо позже но попал он ко мне в руки уже где-то наверное начале 2002 года в киоске я его тоже увидел опять же во владивостоке что в нашем городе вообще ничего подобного не продавалось долгое долгое время вот да и сейчас собственно мало вот а начал я вот с мартовского номера такой вот он был красивый нам не пришел я очень сильно обрадовался конечно до этого ничего никогда не выписывал и даже были некие сомнения что вообще мне что-либо может прийти но пришел приходил он где-то с двухнедельной задержкой иногда чуть чуть мне везло и он приходил где-то десятидневной задержкой иногда чуть больше недели три ну в общем всегда в течение месяца все равно приходил вот здесь были новые команды ну все рассказано в общем-то как перед началом сезона вот очень интересно это можно сказать первый журнал который был уже официально мною выписан ну и дальше в общем-то пошло поехало как говорится все время я продлял подписки и все номера у меня с этого времени есть вот такие вот они красивые обложки очень мне нравится журнал в принципе ну на протяжении всего этого времени развивался он становился толще где-то в 2002 году наверное в середине он стал толще улучшилась полиграфия даже улучшилась у него заметно так он и до этого был неплох там в 2000 году в 2001 но стал еще качественней вот развивался вплоть до 2004 года я его так и выписывал вот вот какой красавец Мика Хакенен вот обещал вернуться но так и не вернулся подлец так ну вот и очень было для меня конечно печально что в 2004 году журнал как-то так резко прекратил свое существование ну не знаю если честно даже с чем это связано может какой-то кризис грянул у них может может еще что-то в общем не знаю получается вот подряд у меня с марта 2000 2001 года журналы это вот уже пошел 2002 второй у нас вот с марта и получается до последнего номера я почему-то думал что он до конца 2004 выходил но но нет он выходил только первое полугодие 2004 и получается у меня до самого последнего номера есть все журналы кроме начальных он начал выходить с августа 98 года и вот вот есть вот этих вот самых первых номеров у меня нету то есть самый старый у меня это ноябрь 2000 года вот и ну негде мне было просто достать вот серьезно в начале 2000-х я говорю с каким-то огромным трудом я смог достать два журнала недостающих вот за февраль 2001 и декабрьский 2000-го и собственно это все больше настолько старых номеров не было наверное естественно раскупали потому что и как я уже сказал это было ну просто на вес золота вот тут шум без драки взял пятый титул ну такие тут тоже хлесткие названия статей броские тоже конечно прикольно ну 50-й номер кстати юбилейный журнала за сентябрь 2002-го года совсем недавно буквально неделю назад от отца забрал ну и вот поэтому и решил сделать обзор я их они были пыльные грязные я их сидел пол ночи отмывал вечером приехал от отца сразу взял там тряпку влажную стал их протирать вот привел в божеский вид хотя есть все таки номера немножко потрепанные ну это даже неплохо это придает некий такой колорит мне кажется да конечно не все но пару номеров есть сильно потрепанных так ну вот номера 2003 года это последний полный сезон который есть у меня да и вообще в истории этого журнала вот это самый самый лучший мне на мой взгляд был 2003 год просто журнал стал намного толще ну не намного но по крайней мере уже серьезней гораздо получается сколько тут 94, 95, 96 страниц вот 94 Сара Фишер тут рядышком в те годы надежды подавала говорили что она возможно дебютирует в формуле один но естественно это вот так и не произошло так ну вот февраль Дэвид Кухар такой вот еще молодой в чепчике исторические заезды проводил ну в общем что я хочу сказать я планирую на своем канале развить деятельность ну расширить так скажем ее то есть не только игры гоночные прохождения их записывать но и что то более серьезное начать делать связанное естественно тоже с автогонками вот и благодаря этим журналам в принципе можно будет делать какие то исторические очерки может быть какие то исторические обзоры передачи как именно ну исторически с той точки зрения что они будут вот про эти времена в которых эти журналы выходили так же и на основе этих журналов и исторических статей ну совсем более древних делать что то более более ранее то есть из совсем ранней истории автоспорта вот так что те кто интересуются автогонками ну и формулы 1 в частности милости просим как говорится подписывайтесь ну в общем планы у меня довольно грандиозные главное чтобы хватило запалую сил их реализовать ну а очень хорошим таким подспорьем будет это ваши отзывы ваши комментарии ну если вам нравятся ваши лайки естественно это вы не представляете какой это ну как я уже сказал подспорье допинг буст такой очень мне это помогает спасибо вам огромное вот кстати один из самых таких потрепанных журналов вот тут видно нет статьи очень такие стерты это в общем вода на него попала и хотя в общем то пострадала только обложка сам журнал в общем то практически в отличном состоянии вот главный редактор того времени Борис Мурадов журнал этого классный мужик вот кстати в этом журнале оказывается дебютировал тогда то я его не знал еще особо ну имя редактора да и ладно Александр Кабановский который в 2007-2008 годах комментировал гонки Формулы 1 на РЕН-ТВ если кто знает помнит вот так что он начинал вот в этом журнале так ну это вот последние номера 2000 2004 год и так сейчас посмотрим сколько толщина его здесь также ну да здесь вот он я думал может он уменьшился также 96 страниц ничего в общем то ничего не предвещало того что журнал закроется я буквально вот сейчас заходил в интернет пытался найти ну и действительно вот там я как раз и узнал в интернете что это вот последние номера последние полгодия вот какая роскошная обложка такая такая дама модель пид гелл как их называют с моделью моделька в руках в руках модели модель машины джордан ну и в общем есть в интернете сайт такой это частный сайт парнишка открыл там все номера есть вот этот сайт посвящен как раз ушедшему в небытие журнал называется журнал формула 1 точка рф по русски пишется на российском доме не расположен ну я сейчас где-то на экране вы по идее ссылку должны видеть на этот сайт можете зайти посмотреть там как раз есть журналы которых у меня нету 98 99 года начало 2000 вот это вот исторический номер можно так сказать последний номер журнала формула за июнь 2004 года вот тут какие события происходили первая позиция бар это первый пол был Дженсона Баттона я его еще иногда называю уже как на пенка ну так я его очень уважаю это хоть и в шутку но это добрая шутка поэтому не надо никаких гневных отзывов писать как ты можешь нашего Баттона так называть у нас даже притча тут с пацанами родилась уже как на пенка это украинский хлопец у него вместо по трубочке вместо воды течет сало растопленное не знаю почему мы так решили ну вот так мы шутим тут еще у меня есть несколько одиночных таких журналов ну самый первый это вот F1 Racing это зарубежный журнал но у нас вот его тоже стали переводить на русский язык вот и это журнал от июля 2005 года классный журнал но у нас его не продают к сожалению может быть его можно выписать не знаю сейчас наверное это уже не очень актуально ну потому что интернет есть все такое как бы а тогда в 2005 я один номер мне достался это мне привезла подруга из Москвы вот такой вот журнал она работала ну корреспондентом можно так журналистом и освещала ну была на Moscow City Racing и вот там этот журнал она ну купила в общем для меня зная что я увлекаюсь Формулой 1 потом есть вот такой еще более свежий F1 Life Россия это тоже мне журнал достался от этой же подружки вот ну тут это за так за какой-то месяц у нас за 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 второй номер 2009 года ну февраль получается вот перед сезоном 2009 года тут статейки есть тоже такой неплохой журнал естественно красочно ну я говорю тогда уже в то время даже это уже потеряло ну актуальность что ли ну плюс я говорю очень большие проблемы у нас здесь в городе что-то подобное покупать ну и вот хотел с вами еще поделиться это наш местный журнал это вот он куплен мною совсем недавно ну где-то месяц назад это журнал прим ринг магазин вот он называется это как я вам уже рассказывал в одном из серий прохождения гран туризма у нас здесь автоспортивный комплекс открылся и ну вокруг него много разных событий вот они стали журнал выпускать этот он тоже развивается становится все качественнее все толще вот ну и здесь освещаются не только наши местные события местного автоспорта ну и мирового класса автоспортивных мероприятий вот кстати фотография есть так сейчас настрою властелины приморского кольца это вот я тоже рассказывал это чемпионат любительский чемпионат по картингу может в общем то участвовать любой и в этом году я в двух этапах поучаствовал здесь гонялся вот с этими вот монстрами из мира картинга вот ну в общем у нас тоже развивается автоспорт мне это очень отрадно я как говорил уже давно следил за этим проектом вот у нас тут очень развит дрифт на премьеринге дрифт школа открылась вот тут с прошлого года у нас участвуют японские дрифтеры здесь тут и женщина есть такая маленькая японочка она совсем маленькая у нее рост что-то там около 150 сантиметров такая прикольная вот и ну в общем все больше и больше у нас зрителей это вот кадры с нашего прим ринга с дрифт битвы между ну рдс восток рашен дрифт серия с восток наша и японской командой это в том году было это битва в этом году тоже планируется в сентябре вот такие вот снимки ну я говорю журнал развивается как и сам автоспортивный комплекс сейчас там должны достроить формульную еще трассу вот и с 2016 года мы сможем тут принимать у себя гонки любые кроме формулы 1 а так дтм какие-то младшие формульные серии все сможем принимать здесь так что это вот наш чемпион по дрифту четырехкратный чемпион рдс восток илья федоров он открыл с прошлого года получается школу дрифта у нас на приморском кольце он сам хабаровчанин но переехал во владивосток к нам и вот сейчас работает говорит что теперь его хобби стало его и работой тачку вот предоставляют у них чайзер прокаченный можно на своей машине приехать а можно вот ну ценник естественно разный если на своей машине то дешевле вот так что от чемпиона по дрифту можно поучиться собственно дрифту ну тут обзор вот на гран-при России первое сочи вот это я был как раз на одном из этапов по дрифту ну и журнал вот правда опять же не я купил журнал а друг со мной ездил он он его купил и отдал мне мы хотели автограф в этом журнале поставить ну дрифтеров наших но в журнале не получилось там календарь был я на календаре взял автографы там и японца хибина тоже вот такой вот тут в шапке ушанке ну такой стилизованный вот и с этого года он с самого первого этапа участвует хибина в прошлом году он по-моему с середины начал участвовать в сезону ну кстати Екатерина Седых тоже дрифтерша несколько лет уже участвует и в этом году она очень прибавила классная такая ну как сказать классная девушка вот дрифтерша единственная Екатерина участвует уже давно в дрифт нашей серии РДС Восток но с этого года вот решил ее муж по-моему Александр его зовут Александр Седых тоже присоединится ну решил не отставать от своей быстрой жены тоже исторические статьи есть ну в общем классный журнал вот так что автоспорт у нас в регионе развивается все с этим у нас хорошо вот такой вот журнал так так ну и вот собственно а вот с этих номеров началась довольно долгая история моего увлечения формулы 1 в принципе я и до этого уже увлекался но тут более плотно сел как раз таки с 2000 года наконец-то начали у нас по России тогда еще и РТР показывают трансляции формулы 1 вот и ну естественно я начал все это дело записывать у меня куча кассет до сих пор вот сейчас хочу где-нибудь видак достать видеомагнитофон и поцифровывать их хотя можно конечно интернета сейчас все скачать ну не знаю мне вот почему-то хочется именно упороться и поцифровывать свои кассеты потом их может пообрабатывать как-то немножко у меня там с рекламами записано кое-где их повыдергивать в видеоредакторе ну привести в божеский вид в общем так ну что же на этом наверное все с обзором вы пожалуйста комментируйте под видео как вам вообще понравилось или нет стоит ли еще что-то делать у меня в принципе есть еще журналы не гоночной серии а смежной с нами ну так как я записываю прохождение гоночных игр то у меня еще есть много игровых журналов вот поэтому пишите стоит ли так же сделать такой вот небольшой обзор на игровые журналы у них тоже громадная стопка так сказать поностальгируем если что вот подписывайтесь как я уже говорю здесь на моем канале должно быть интересно вот ну и комментируйте ставьте большие пальцы вверх если вам понравилось ну а с вами был как всегда скудер надеюсь все таки что вам мой обзор понравился ну и увидимся в следующих видео всем пока пока